Музыка Здравствуйте, вы смотрите Черноморскую телерадиокомпанию, в эфире программа «Голос Крыма». С вами Владислав Майструко, а моим собеседником сейчас будет Альскандер Бариев, член Меджлиса Крымско-Татарского народа. Здравствуйте. Вот новость буквально последних минут. Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин назначил антикоррупционного прокурора первого заместителя прокурора Автономной Республики Крым Назара Холодницкого. Вот мы видим этого молодого человека, 30 лет. Вот к вам вопрос такой. Как вы оцениваете работу Холодницкого на своей предыдущей уже должности, то есть на должности заместителя прокурора Автономной Республики Крым? С Назаром Холодницким мы встречались неоднократно и на различных круглых столах, на координационных радах, в том числе и при личном общении, потому что мы со своей стороны постоянно говорили о том, что недостаточно эффективно работает прокуратура Автономной Республики Крым. И поскольку Холодницкий, он был, получается, уже заместителем и потом исполнял обязанности прокурора, то понятно, что в основном ответственность лежит на нем. Вот организация работы и, соответственно, эффективность работы. Но, насколько я знаю, и при общении с ним действительно там они сталкивались с рядом проблем, с рядом технических проблем, с рядом проблем по получению информации для того, чтобы дальше, скажем, заводить уголовные дела по отношению к неким фигурантам. Но, на мой взгляд, можно было бы работать эффективнее. Вот, к примеру, мы, во-первых, до сих пор даже та ситуация с Полонским, который оказался в Польше под каким-то подделанным паспортом. Причем там все узнали, что это Полонский. Но если бы, я думаю, эффективно сработала прокуратура Автономной Республики Крым, то наверняка реакция была другой. Или результат был бы другим. Или мы знаем другие случаи, когда, ну, вот, к примеру, нужно было взаимодействовать, к примеру, с Минтранспортом, да, или с Мининфраструктурой. Когда летчики прилетают на территорию, оккупированную территорию в Крым, то, соответственно, на них можно было, а их вычислить очень легко, и на них можно было заводить уголовные дела, потому что они нарушают международное право. Международные правила перелета, ну, там есть своя специфика. То, поверьте, ни один бы летчик российский не захотел бы лететь в Крым, потому что он бы потерял бы, ну, свои серьезные доходы. И поэтому мы бы получили бы другой результат. Поэтому, конечно, я не думаю, что во всем этом то, что не совсем эффективно работала прокуратура, виноват только Холодницкий. Ну, наверное, здесь есть масса факторов, но то, что он теперь будет заниматься комитетом, да, антикоррупционным. Он будет главой антикоррупционной прокуратуры. Антикоррупционной прокуратуры, ну, посмотрим за его деятельностью, конечно. Просто вы так это все описали, что, я так понимаю, если бы вы были членами комиссии, которая выдвигала кандидатуры потом в итоге Виктору Шокину, то вы бы за Холодницкого бы не голосовали. Ну, во всяком случае, во всяком случае, я бы попытался, запросил бы отчет за последнее время и захотел бы увидеть конкретный результат. Но мы понимаем, что есть ряд проблем и понятно, что, опять же, ну, давайте посмотрим. Ну, я так понимаю, все равно вы скептичны пока относитесь. На самом деле он пытался находить контакты, пытался, скажем, получить в том числе и у нас информацию, поэтому, ну, здесь, я как общественник больше, да, не специалист в данном вопросе, я могу сказать о том, что я бы хотел, чтобы прокуратура Автономной Республики Крым работала эффективнее. Ну, это уже и новому, как бы, главе, и замом. Ну, может быть, Холодницкий уже на новом посту будет способствовать тому, что прокуратура Автономной Республики Крым работала эффективнее. Будем на это надеяться. Давайте посмотрим. Он должен ловить коррупционеров, их так много. Но коррупционеры как раз-таки могут во всех сферах. Везде, во всех сферах. Да, это правда. Вот уже неделю, как Крымский полуостров оказался без света. Ну, без света он оказался не случайно, потому что на территории Украины, в Херсонской области, непосредственно, можно Холодницкого, он уже ни при чем в этом точно уже, даже расследовать это дело не будет, были взорваны линии электропередач. Возмущение в России, конечно, недолго ждало, не заставило себя ждать, вернее. И вот интересно, что сейчас происходит непосредственно с проукраинскими активистами на полуострове. Вот одно и, может быть, как бы основное требование, которое выдвигают участники гражданской блокады Крыма, это освобождение политических заключенных. Буквально сегодня Верховный суд Крыма рассматривал апелляцию защиты трех политических узников, с которыми вы имеете непосредственное отношение. То есть это и Ахтем Чайгос, и Али Асанов, и Мустафадзек. Вот, к сожалению, Верховный суд Крыма не удовлетворил просьбу защиты. Давайте посмотрим. Верховный суд Крыма Сылка на правовые нормы в судебной системе Крыма на сегодняшний день невозможна. Поэтому вообще создается впечатление, что как таковой независимой судебной системы в Крыму нет. Поэтому это не неожиданность для нашей семьи. Никакой неожиданности. Мы уже, ну, предугадываем, наверное, все решения судов, особенно апелляционных судов. Ни разу еще ни один суд не удовлетворил ходатайство адвоката. Вот за все это время исключением, наверное, может быть и Скиндер Небиев, рассмотрение дела, которого уже завершено. И сегодняшнее решение, как бы, вполне ожидаемое. Мы приходим на эти суды не для того, чтобы узнать решение судей, а для того, чтобы увидеть наших ребят, чтобы они увидели нас, увидели, что они не сами, что у них есть поддержка. И только ради этого, как бы, мы эти суды посещаем. Ну, и показать властям, что эти люди для нас небезразличны, и за ними стоит народ, можно сказать так. Ну, вот такая вот печальная реальность. Вот там упомянули и ваше дело. Вы можете вообще спокойно ехать в Крым, или вас там арестуют сразу? На самом деле, на самом деле, еще в отношении меня было заявление Поклонской. Это было 27 января 2015 года, когда как раз мы находились в Киеве. Мы выехали 20 в ночь с 22 на 23. И мы узнали, что в отношении нас заведены уголовные дела по нескольким статьям. В первую очередь, это статья о посягательстве на целостность Российской Федерации. Вторая статья, это использование иностранных денег, средств. Третья, это создание некоммерческой организации, несущей грозу обществу. Это Меджлис? Нет, в данном случае это комитет по защите прав крымско-катарского народа. Как раз мы занимались активно правозащитной деятельностью. Мы 17 января провели всекрымскую конференцию, где приняли ряд документов. И четвертая статья, это экстремизм в две части. Ну, и впоследствии мы все-таки собирались вернуться, когда мы увидели на сайте прокуратуры эту информацию. Потом стали вызывать людей, которые имеют к нам отношения, и допрашивать их по этому делу. Ну, и в том числе, в последнее время, в связи с блокадой, товарной блокадой Крыма, произошел 25 ноября случай, когда представители Следственного комитета, представители ФСБ, явились в дом к моим родителям, пожилым родителям, потому что у меня отец инвалид, второй группы, уже 14 лет, после аварии он еще перенес три инсульта, и матери, ему 82 года, отцу, матери 77. И пришли, стали интересоваться, где я нахожусь, у них была стопка различных повесток, стали интересоваться моими сестрами, старшей и второй сестрой, и сказали о том, что они пригласят их на допрос. Но как себя вели? Они вначале вели себя, ну, скажем, грубо. Моя мама, в принципе, она активист национального движения, у меня отец не говорит, то есть он понимает, но не говорит. Но, во всяком случае, мама сказала, что если, по какому случаю вы сюда пришли, по какому поводу, вы на каком основании. Они сказали, что якобы нам нужно пообщаться с Эскендером Бариевым, в связи с взрывами опор электросети на материковой части Украины. Но моя мама сразу же сказала, что я тут при чем, и какое я имею отношение, вы прекрасно знаете, что Эскендер уже долгое время находится на материковой части Украины, поэтому ищите его там. Ну и, соответственно, они уже стали более аккуратно, более вежливо разговаривать, ну и после этого они взяли контакты моих сестер и по телефону, ну как бы, вначале пригласили на допрос, а потом перезвонили и сказали, что, в принципе, нам то, что было необходимо, мы получили информацию. Кроме того, то, что сегодня получилось такое решение, ну как бы, это совпадение, да, вот этих, да, по апелляционным жалобам, в принципе, как бы, могли бы, да, пойти на мягкие вот такие вот послабления с той целью, чтобы все-таки возобновить поставку электроэнергии в Крым и могли бы все-таки принять иные решения, хотя бы промежуточные, во всяком случае, там, под домашний арест или под подписку о невыезде. Вы же знаете, что Россия никогда не принимает решения под давлением. Да, в данном случае Россия попыталась продемонстрировать, или оккупационная власть больше продемонстрировать свою силу, но с другой стороны, мы же понимаем, что та ситуация, которая сегодня возникла в Крыму, это, ну, вначале товарная блокада, и она длилась до тех взрывов, которые произошли уже более трех месяцев, она давала свой результат. С другой стороны, произошли взрывы. Взрывы произошли, понятно, что, ну, это не есть решение проблемы, да, когда в том числе и активисты акции говорят о том, что необходимо там в том числе и перекрыть подачу электроэнергии, потому что это в том числе товар. Да. И не могут взаимоотношения торговые быть с оккупированной территорией. Кроме того, тот контракт, который подписан, с той стороны подписывал плакеда, который является, находится в розыске в Украине, и, соответственно, является, и там используется такая фраза «Федеральный округ Республика Крым». То есть этот договор уже не действительный, только потому, что он противоречит, как минимум, закону о временно оккупированных территориях. Ну, мы вспомним, на прошлой неделе, когда вот только это все начиналось, господин Яценюк, премьер-министр, он в очередной раз вспомнил о том, что он подавал свое время в прокуратуру, чтобы провели экспертизу данного документа, но пока, опять-таки, все заглохло. То есть мы не знаем, будут ли наказаны те, кто подписывал этот документ в таком виде, и вообще, какая будет дальнейшая судьба этого контракта. Правда, декабрь, она в декабре заканчивается. В декабре заканчивается, да. Ну, то есть остался месяц действия этого контракта, и что будет дальше непонятно. И поэтому, как раз я хотел сказать, что кто все-таки мог быть причастен к этим взрывам, и кто заинтересован. В том числе заинтересована и оккупационная власть для того, чтобы дискредитировать национальное движение крымских татар, которое всегда очень четко позиционировало себя как ведущая борьбу ненасильственным путем, демократическим путем, правозащитным путем. С другой стороны, попытаться дискредитировать Украину, потому что Украина якобы не может контролировать, скажем, могут взрываться объекты. С другой стороны, активисты акции, узнав об этом, ну, как и свойственно активистам, я считаю, здесь особой проблемы нет, они попытались обеспечить, ну, скажем, создать условия к тому, чтобы как можно дольше не поступала электроэнергия в Крым и не восстанавливались эти опоры. Ну, вот вы говорите, активисты воспользовались моментом. Путин говорит, что данное, он это называет преступлением, чуть ли не терроризм, оно не могло быть совершено без молчаливого согласия властей Киева, ну, то есть, не знаю, нашего соседа по банку, например, президента. Вот я не очень понимаю, какие в данный момент у вас взаимоотношения с властями. Почему? Потому что, по большому счету, все, кто участвует в гражданской блокаде Крыма, они нарушают закон. Ну, у вас нет майонадата делать то, что вы делаете. Ну, нету. Я говорю официально, то есть я по документам. Я не вхожу там в моральную, этическую или гражданскую плоскость. Это чисто вот по документам. И в любой момент, в любой момент, там, прокурор, любой, да, может завести на вас дело, на всех, кто в этом участвует. И тут я не понимаю, какая позиция властей. Они с вами или они просто наблюдают. Но мы видим ряд моментов в этом вопросе. То есть говорить о том, что полностью понятно, что в процессе могут быть какие-то элементы каких-то бесправных действий, да. Вот. На самом деле акция гражданская. На самом деле никто не перекрывает дорогу. За исключением вот грузового транспорта и так далее. Ну, а с другой стороны, мы должны поставить, опять же, на весы. Мы боремся с оккупантом или нет? Мы хотим вернуть Крым или нет? Мы против тех, скажем, террористических актов, которые совершал Владимир Владимирович Путин. И таким образом, когда взрывал государственные объекты, муниципальные объекты в Крыму и захватывал их. Когда даже вот сегодня мы получили информацию, что сегодня в танковом лицее, один из самых авторитетных лицеев в Крыму, сегодня подожгли кабинет турецкого языка и сожгли книги. Это разве не террористический акт? Мы про Турцию и поговорим. Это не авторитет. Кто бы, кто бы, но не Путин бы заявлял бы об этом. Да, о правопорядке или о правонарушении. Теперь, что касается взаимоотношений у нас внутри, то здесь есть, во-первых, товарное, торговое отношение между материковой Украиной и оккупированной частью, как раз таки регулирует закон о свободной экономической зоне Крыма. О котором общественники много лет, уже сразу после принятия говорили долго. В том числе об этом говорили и активисты акций. И одно из требований, как раз таки, чтобы провести в полное правовое поле эту акцию или эти процессы, необходимо отменить этот закон. Но мы знаем, что в том числе на Верховную Раду есть влияние или остается влияние определенных олигархических групп. И, соответственно, здесь не так просто провести через Верховную Раду. Хотя на сегодняшний день, насколько мне известно, около пяти законопроектов есть. Но при всем том, обещали еще в конце ноября, но сегодня уже последний день ноября, но мы не видим результатов. В том числе были обещания и президента Украины. С другой стороны, есть позитивные результаты, в том числе и этой акции, как раз таки то, что в правовом отношении начались двиги. И сегодня разрабатывается, ну, было письмо президента Украины на имя премьер-министра Украины, было решение Кабинета министров Украины. И сегодня ведется работа над постановой Кабинета министров Украины о прекращении торговых отношений с оккупированным креномом. Но здесь, правда, за исключением электроэнергии, потому что этот вопрос пока относится к компетенции РНБО, потому что там есть ряд нюансов. И в том числе в этой комиссии участвую я, как представитель Межлиса Крымско-Катарского народа. И мы со своей стороны думаем, что уже на этой неделе Кабинет министров примет подобное решение, и мы как раз все вот эти процессы перейдем в правовую плоскость. Мы все заинтересованы в том, чтобы все вот эти процессы были в правовой плоскости, потому что в том числе это является и имиджем для самой Украины, потому что мы стремимся быть демократическим правовым государством. И поэтому не должны влиять алигархические группы на, скажем, трезвые, нормальные решения, в том числе и в отношениях со стороны оккупантов, которая захватила Крым и которая в том числе создала массу проблем и убивает десятки тысяч наших мирных граждан и в том числе наших солдат. Ну вот просто знаете, что для меня симптоматично, да, вашего взаимного недоверия с властями, то что если бы это сделали активисты, ну взорвали вот эти электропередачи, могли бы это сказать, если бы имели поддержку власти. Так, все на вас указывают пальцем, я не говорю, что это сделали, ну я не на вас, на участников гражданской блокады. А гражданские блокады боятся осознаваться, да, хотя многие это могли бы воспринять как на брагерический какой-то акт. Ну пока, да, такое неизвестное. Но я думаю, история разберется и со временем может быть найдется тот, который это делал, и может быть действительно он станет героем Украины, не знаю. Может быть как раз таки вот эти процессы, а то, что с прекращением поступления энергии, электроэнергии на территорию, оккупированную территорию, мы видим реальные серьезные проблемы. Там полный хаос. Там очень много. Там проблема и… Это почему, с моей точки зрения, ну как бы, ну звучит, ну простите, ну глупо, извините за такое слово, да, когда вот кто-то говорит, что это будет, это выгодно оккупантам. Ну, вы посмотрите, как они с этим не справляются. То есть они, что они могли расписаться заранее в своей несостоятельности. Однозначно, смотрите, здесь почему может быть выгодно оккупантам? Ну да, кстати, вот я думаю. Во-первых, ну как бы, ну можно приравнять, да, условно вот эти взрывы, каким-то, как они и говорят, террористическим актом на территории Украины. Раз. А во-вторых, та товарная блокада, которая работает три месяца стоит, она действительно имеет результаты. И эта блокада, ну все видят и в Украине, и в России, и везде, что она не собирается сворачиваться, пока не будет, ну на правом уровне все прекращено. Поэтому государству оккупанту очень выгодно дискредитировать эту блокаду, воспользоваться этим случаем. Таким образом, пока еще тепло в Крыму создать ситуацию, для того, чтобы показать, вот здесь начинается гуманитарная катастрофа, Украина там абсолютно не соблюдает гуманитарное право, хотя на самом деле, согласно конвенции 1949 года, страна-оккупант, или страна, которая контролирует территорию, обязана обеспечивать электроэнергией, продуктами питания и так далее. И поэтому, это проблема уже Российской Федерации, которая отняла Крым у Украины. И пусть для экономики Российской Федерации это будет ситуация сложной. И то, что сегодня хаос в Крыму, это не проблема Украины. И это в том числе не проблема наших граждан, которые живут в Крыму. Да, они оказались в неудобной ситуации. Но при всем том, это говорит о том, что раз контролирует эту территорию Российская Федерация, она должна обеспечить. И поэтому то, что они не провели там кабель или не сделали, они рассчитывали в том числе на вот такие договора, которые являются, на мой взгляд, не совсем законными. И как раз-таки они были уверены, что они смогут влиять на подобные решения и контролировать их. У меня еще к вам два вопроса, я обязательно хочу к вам задать. Во-первых, вы не боитесь повторить судьбу Александра Костенко? Лично я? Ну, лично вы, например. Но дело в том, что я сделал... И какие меры вы предпринимаете, чтобы не повторить эту судьбу? Чтобы вас здесь не выкрали в Украине, и потом вы не оказались в каком-то суде рядом с Поклонской? Ну, я понимаю, что всякое может быть, и мы никто не застрахованный, и на самом деле мы не знаем, что с каждым из нас будет через 5 минут, через час и так далее. Но с другой стороны, я просто сделал для себя выбор. И, во-первых, я сделал выбор в том плане, что я никогда не соглашусь с тем нарушением международного права, которое строилось десятилетиями после Нурненбергского процесса, когда весь мир победил фашизм. Сегодня, к сожалению, мы видим в виде или в формате, да, так называемого русского мира, к сожалению, элементы фашизма. И это страшно. И я при всем том, человек, который очень любит русскую литературу, и, в принципе, очень хорошо относится к русской культуре. Мы с вами говорим на русском языке. На русском языке. Я думаю на русском языке. Но когда русский мир приносит жертвы, убийства и исчезновение людей, вот с этим надо бороться. Это путинский мир. Все же. Ну да. Ну, мне на понятие. И знаете, что я еще хочу вам показать? Вот бывший народный депутат от партии регионов, есть такая Ирина Бережная, в эфире программы «Вечер» с Владимиром Соловьевым за 25 ноября, 29 ноября, простите. Она заявила, что Украина превращается в террористическое государство «Укругил». Ну, вот такое словосочетание она придумала. В принципе, она там говорит также об участниках в блокаде и дает свою оценку о блокаде в целом. Это стоит посмотреть. Я лично тоже считаю, что, безусловно, за действиями боевиков правого сектора, радикалов Меджилиса однозначно стоит Киев, который, более того, координирует свои действия с Вашингтоном. К сожалению, постмайданная Украина давно уже утратила монополию государства на применение насилия. Сегодня эту функцию выполняют радикалы всех мастей. Более того, Крым это отчетливо показал под прикрытием правоохранителей. Я бы сказала даже, наверное, совсем жестко, что на наших глазах просто стремительно Украина превращается в такое себе террористическое государство Укра-ИГИЛ, в котором просто сносятся памятники истории и культуры, устраивается продуктовая, транспортная, теперь уже энергетическая блокада. Если уже говорить совсем откровенно, то наверняка многие со мной согласятся, что именно такой сценарий заокеанскими режиссерами и планировался во время государственного переворота 2014 года. Ну вот, слушая Ирину Бережной, даже гадик Колесниченко удивился. А вот, в принципе, то, что она говорит, ну, в Украине свобода слова, но есть черта даже свободы слова. Когда ты ее переступаешь, уже нести ответственность, иначе, ну, можно говорить все, что хочешь. То, что вы услышали, вы будете обращаться к властям, чтобы они дали оценку вот этим высказываниям? В данный момент, действительно, здесь, я думаю, должна будет отреагировать, ну, как минимум, прокуратура автономной республики Крым. И я думаю, мы действительно должны взять на контроль. Но подобных высказываний, к сожалению, в СМИ российском очень много. Мы же понимаем, что... Это гражданин Украины. А, это гражданин Украины, да? Она же гражданка Украины. Она была депутатом от партии регионов. Здесь однажды, знаешь, она... Вот-то в чем суть. Она же вернется в Киев и будет здесь спокойно... Нет, ее не призывая никакой агрессии против Ирины Бережной. Боже упаси, женщина, ну, сказала, ну, это ее не красит никак. Ну, я думаю, она больше говорила на публику российскую. Понимаете? И как раз-таки выполняла тот заказ, о котором они говорят. Вы знаете, что эту программу смотрят также пророссийские разные активисты в Крыму, в том числе? Она назвала Меджлис экстремистской организацией, правильно? Ну, знаете, вот эта вся эйфория, что просто кого-то не побили случайно. А вы сами вспомнили, кстати, что сегодня зашли в лицей, сожгли книги и выгнали оттуда турецких преподавателей. Ну, то есть, это конкретно... Это не политики. Это просто самое... Я сразу вспоминаю, берут там, не знаю, еврейские книги, сжигают, а профессуру еврейскую увольняют с университетов. Там, Берлина, допустим. Три и тридцатые годы. Тридцатые годы, страшное дело. Кстати, по поводу, то есть, уже мы говорим о Турции. У меня к вам вот такой вопрос. Вот, как вы считаете, вот в связи с тем, что сейчас происходит между Россией и Турцией, станет ли Анкара более активно проявлять свой интерес к вопросу крымских татар и вообще к вопросу Крыму на стороне Украины? Ну, позиция официальной Анкары и до тех последних событий, она, в принципе, четко обозначала, что она поддержит целостность Украины, и она будет стоять на той позиции, чтобы защитить крымско-татарский народ, как народ близкий к турецкому народу. То, что произошло сейчас, мы видим процессы, мы в том числе видим, когда появляется солидарность, в том числе и между арабскими странами некоторыми и Турцией. Мы слышали, да, наверное, многие о том, что Катар и Саудовская Аравия даже готовы взять объем продукции, который раньше продавался в Россию. И в том числе есть мысли у некоторых украинских международников, и мы общались буквально сегодня, когда есть мысль о том, чтобы действительно международность крымско-татарского народа и крымско-татарский народ должен быть связующим звеном в укреплении, таким мостом в укреплении взаимоотношений с целью восстановления Крыма, освобождения Крыма, реинтеграции Крыма в Украину. Кстати, у нас буквально минутка. Дело в том, что санкции, которые уже подписал 28-го числа Путин в отношении Турции, оно касается так или иначе в том числе и оккупированного Крыма. Вот скажите, пожалуйста, вот насколько Турция важна для экономики Крыма? Вот у нас минута. Ну, она очень важна. Во-первых, даже вот те события последние, когда Крым находился под санкциями Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, торговала с одной стороны Украиной, и с другой стороны мы знаем, что несанкционно все-таки заходили в баржи, в турецкие судна и привозили там продукты питания и так далее. Сегодня эта ситуация, она как раз будет больше контролируемая со стороны официальной Анкары по отношению вот этих несанкционированных поставок, тем более явное оскорбление как на материковой России, так и в Крыму. Поэтому, я думаю, такими действиями бездумными Российская Федерация усугубляет свое положение экономическое, и в том числе в вопросах содержания Крыма, я думаю, в обеспечении Крыма. Я думаю, это все на пользу больше Украине и на пользу больше международному сообществу, которое, наконец, хочет, чтобы настал порядок и Крым вернулся в Украину. Последний вопрос, очень короткий ответ. Как долго еще будет Крым без света? Однозначно не могу сказать, но я думаю, недолго, потому что одна из линий должна будет скоро запущена быть. Это Каховка-Армянск. Все же будет запущена. Будет запущена, потому что, ну, как бы есть договорные отношения, есть в том числе, ну, все-таки вопросы и национальной безопасности Украины, и в том числе отношения международного сообщества, в частности, стран Европейского Союза к этому вопросу. Хорошо, к сожалению, еще было бы несколько вопросов, но время тиран, как всегда. Да. Благодарю Искандара Барева, члена Меджлиза Крымско-Татарского народа, за эту беседу. Оставайтесь с нами. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова